Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии – неотъемлемая составляющая существования проекта. Огромная победа нашей дипломатии. Армения, Белоруссия, Куба, Сирия, Венесуэла, Судан, Никарагуа, КНДР, Зимбабве и Боливия. Как поссориться со всеми и оказаться наедине с Китаем? Называя вещи своими именами, за последние годы Россия растранжирила почти все, что в качестве стартового капитала досталось ей в начале 90-х годов прошлого века, как молодому государству, отказавшемуся от коммунистической идеологии и разделявшему нормы и ценности западной демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Ну чушь какая-то. Неужели вы понимаете, что это чушь? Как в мире, так и в самой России многие восприняли такой поворот как необратимый. Под него, декларировавший свое возвращение на магистральный путь цивилизационного развития, России был выдан доселе невиданный кредит международного доверия и доброй воли. Этот кредит обеспечил стране вступление в Большую Семерку, неформальный клуб крупнейших демократий мира, фактическое признание международным сообществом ее ведущей роли в СНГ, доброжелательное понимание силового разрешения конфликта двух ветвей российской власти осенью 1993 года и начавшейся в 1994 году операции по усмирению Чечни. Вспомните, как Грозный выйдет, как Сталинград после Сталинградской битвы. Вот именно так. Признание неочевидных итогов президентских выборов 1996 года и благополучное восприятие некоторых внешнеполитических фортелей вроде дурацкого броска на Приштину летом 1999 года. Начальник генерального штаба, тогда генерал Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея захватить этот аэропорт. Вопрос, зачем, он ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться. Ну а потом, вслед за резким скачком цен на нефть, Россия подхватила некую политическую разновидность голландской болезни. У еще вчера бедной страны вдруг появилась, по сути дела, незаработанные нефтедоллары и обретенная с ними уверенность в собственном величии. Может быть, в этом отражается и величие нашей страны. Величие? Величие у тебя отросло в одном месте. Его скоро оторвут. Его первые признаки появились в попытках помешать бескровным цветным революциям в Грузии в 2003 году и в Украине в 2004 году. В позорной охоте на грузин, устроенной российскими властями, в 2006 году и кое в чем столь же несуразном. В 2007 году случилась программная речь Путина в Мюнхене, в которой он практически открытым текстом изложил свое новое старое виденье мира. Предлагавшийся же после Холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству, чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. В 2008 году Россия перешла от слов к делу, развязав принуждение Грузии к миру. В силу ряда причин, эта крайне сомнительная с точки зрения международного права и морали военная операция фактически сошла России с рук. Необъявленная война с Грузией оказалась скоротечной и не закончилась свержением ее президента, хотя его российский коллега и угрожал сделать именно это. Путин меня предупреждал, что мы будем с вами воевать, а он говорит, что мы вам устроим кипрский сценарий. Кроме того, отторжение части грузинской территории Абхазии и Южной Осетии под предлогом защиты проживавших там этнических меньшинств чисто формально не привело к их аннексии, а потому имело некоторое сходство с операцией НАТО в Косово. Но на самом деле никакого сходства не было и в помине. Фактически установив протекторат над Абхазией и Южной Осетией, Россия действовала в своих корыстных имперских целях, в то время как НАТОвцы спасали Косоваров от геноцидов в основном из сугубо гуманитарных побуждений. Главное, однако, в другом. Кредит доверия, полученного Россией в начале 90-х годов, еще не был исчерпан. Зато, когда, воодушевленная евроатлантическим непротивлением своей грузинской авантюре, Россия вступила в конфликт с Украиной, захватив Крым и развязав войну на Донбассе, терпение западников лопнуло. Ну кому это понравится? Кому это понравится? И остатки кредита их доверия растаяли, как дым. Россию изгнали из большой восьмерки, как флажками обложили санкциями и стали открыто третировать, как изгоя. В ответ же оскорбленная Россия, совсем как в недобрые советские времена, нацелила свою белую, серую и черную пропаганду на Украину и на враждебный Запад. Тем временем на Украине. Украину. Украине. Вела против обидчиков ответные санкции, а теперь еще и втянулась в обременительную гонку ракетно-ядерных вооружений и геополитическое соперничество с США. СССР, если кто помнит, подобных упражнений не пережил. А Россия неизмеримо слабее него во всем, кроме разнузданной пропаганды. Армия современная – это уже искусственный интеллект и электроника. Ну, вообще уровень уже вооружения совсем другой. Промежуточный итог российских внешнеполитических приключений плачевен. Внутри страны буйствует военно-патриотическая истерия. Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на Юго-Востоке. И может обернуться, в общем-то, может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. Отношения с Западом колеблется в диапазоне от конфронтации до глухой неприязни. Крупнейшее постсоветское государство Украина потеряно надолго, если не навсегда. То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас? Да, конечно. Дипломатические отношения с Грузией разорваны. Все другие постсоветские государства, даже будучи типологически похожи на Россию, из-под валь ищут от нее защиты на стороне. Проект СНГ практически завершен. У сегодняшней России хватает могучих влиятельных врагов, еще больше недоброжелателей, но почти нет друзей и совсем нет союзников. Есть лишь ненадежные ситуативные попутчики и собранные по остаточному признаку сомнительные клиенты из числа мировых изгоев. В таких, прямо скажем, стеснительных обстоятельствах Россия оказалась не к кому обратиться, кроме как Китаю. Но нуждается ли Китай в России, как в союзнике? Лучше буси давай! Продолжение следует...